добрый день продолжим возиться с кубернетос это видео вызвано но скажем так моими личными хотелками потребностями я тут решил изучить язык go ну вот решил изучить язык вот так вот поскольку кубер написано го хотелось бы понимать исходные коды что там к чему зачем почему да и самому что-нибудь написать соответственно моя задача написать приложение которое буду помещать свой собственный кубер нас кластера у меня я вам напомню есть свой собственный кластеру на виртуальных машинках внутри вот собственно моего компьютера и соответственно это приложение ну как бы баловаться с ним вот такая вот штука чтобы каждый раз вручную это не делать там депло это собирает присобирать надо пойти по-взрослому то лишь нужно настроить себя и сиди то есть полноценный ccd continue delivery continuous integration чтобы все было хорошо ну удобно вот собственно этой задачей я решил посвятить этом видео у меня есть некие ограничения по ресурсам на компьютере то есть я на своем компе одновременно не смогу разместить и среду разработки и кластер кубера и там допустим гитлаб какой-нибудь и дженкис ночем все у меня не получится поэтому я буду пользоваться сторонними системами то есть у меня есть гитхаб где у меня соответствующий проект находится у меня есть учетка на докер хаб где буду сохранять образы контейнера кубера и вот это все я должен буду и и соответственно мой кластер и это все я должен будут завязать в единую вот как он так среду вот этим и займемся на видео на этом видео ся и сиди я буду использовать встроенный в кубернесс как я уже сказал ресурсов по разворачиванию гитлаба например локально там ли дженкис локально у меня нет можно в принципе настроить в гитхабе ccd для доставки гитхабовский но опять же мне не получится потому что мой кластер находится внутри моей сети никак наружу не светится и в общем это будет геморройная проблема поэтому я воспользуюсь ccd встроенный непосредственно в ранчере что такое ранчер и как он там устанавливается и как с ним работать чего нужен есть отдельное видео посмотрите у меня на канале там как поставить как с ним работать поэтому не буду углубляться в общем вся и сиди в ранчере вот так назовем это видео начнем пожалуй с проекта в качестве проекта я решил использовать револ это веб-фреймворк на го я не буду сейчас про его рассказывать в принципе если чего найдете сами не он интересен данное видео просто вот такой проект есть единственно что хочу сказать что в конфигурационном файле револ я сделал одно изменение то есть если вы поставите его по умолчанию единственно что здесь нужно будет добавить это хвост отр хвост отр тут по умолчанию ничего не написано он бы слушал на лоббэк интерфейсе мы доступ не имели я здесь явно указал 40 это значит слушать на всех сетевых интерфейсах где он будет установлен и что нам еще важно то что он слушает по умолчанию на 9 тысяч нам порту вот это вот это вот нам будет нужно знать от этого проекта задача у нас состоит следующим я должен буду скомпилировать проект собрать докер имидж этот докер имидж поместить вот сюда на докер хаб в свою учетку потом я должен буду имидж из докер хаба перекинуть в ранчер ну в виде какого-нибудь там деплоймента условно говоря вот что мне нужно будет сделать соответственно я должен буду об этом позаботиться о чем естественно у меня должен быть докер файл перед вами достаточно стандартный докер файл он состоит из двух этапов двух частей сначала создается временный контейнер для сборки самого приложения тут ничего такого особенного вот в конце мы вызываем команду рэбаловскую билл проект директорию деф он его соберет а на втором этапе мы уже подготовим контейнер на базе alpine linux уже рабочий контейнер куда скопируем из development какого образа собственно говоря приложение то у нас получилось и его запустим когда рэбал скомпилируется там будет сам проект и скрипты для запуска и его данном случае ран сэйч это то что нам нужно то бишь ну и 9000 порт естественно мы говорим что мы экспортируем до 9000 порт у нас будет вот отработать приложение то есть достаточно стандартный докер файл ничего здесь особого нет второе чем мы должны позаботиться в нашем проекте это файлы деплоймента для кубера то есть они ниоткуда не берутся их нужно как бы создавать в принципе можно было все сделать в одном файле но я сделал два чтобы показать кое-какие фишечки собственно говоря это файл сервис описывающий в сервис это стандартный сервис ничего здесь особого нет это сервис типа ноды порт который выводит наше приложение на порту 31 3 и 2 единицы ну собственно за предел нашего кластера кластер я пересобираю достаточно регулярно и поэтому в данном случае в этой сборке кластера кубер нет из которого меня стоит я не ставил ингресс контроллера и поэтому буду пользоваться ноды портом ну в общем такая разница как выводить наружу в данном случае будет ноды порт сам деплоймент тоже достаточно простой обычный деплоймент называется кубетест обратите внимание я и сервис и сам деплоймент жестко привязываю к неймспейс у кубетест почему и зачем это делается я чуть позже расскажу когда мы в ранчике будем копаться дальше стандартно реплика одна ну я планирую стейтлесс приложение поэтому реплик можно много ну пока сейчас хватит одной чтобы попробовать на самом деле потом поменяете дай будет там несколько реплик сам контейнер сам контейнер будет называться вот таким образом с тегом версии 001 значит всегда рекомендую вам явно указывать версии ваших контейнеров если вы что-то изменили обязательно изменяйте версию настоятельно не рекомендую использовать latest в случае разработки это не очень хорошо вы можете поиметь проблемы поэтому явно указывают контейнер я явно указываю пол полисе if not present то бишь смысла вносить изменения в этот же контейнер разработчику ночью никакого не будет потому что мы его изменения не скачаем потому что мы этот контейнер скачали один раз и все и больше ничего нет таким образом мы косвенно заставим разработчика как раз вот увеличивать версии то есть такой хитрый финт ушами дальше ресурсы но стандартные ресурсы пока никаких ресурсов я не потребляю особо так что запрашиваю мало и указываю порт 9000 что вот контейнер по хтп 2000 порт мы там сюда будем получать доступ соответственно сервис на этот 9000 порт ссылается то есть как видите deployment простой докер файл простой ничего сложного здесь нет ну как бы так это что касается нашего проекта теперь раньше значит для того чтобы в ранчере сделать себя сиди да и вообще работать в ранчере напомню что в раньше есть такое понятие как project и вот здесь вот мы в кластере видим список проектов я должен буду завести проект для моего проекта в ранчере делается очень просто я должен на уровне кластера то есть напоминаю что вот эти вот меню они меняются в зависимости того где вы находитесь но в данный момент вот на уровне кластера я должен разделе project namespaces создать проект вот кнопочка это project достаточно стандартно юг тест я его на русский юг тест назовем его значит на данный момент я единственный скажем так пользователь в кластере я единственный администратор в кластере по хорошему конечно нужно завести пользователя в ранчере ограничить доступ к этим проектам я сейчас с ним заниматься не буду потому что это отдельная тема как-нибудь если дойдут руки я расскажу про пользователи раньше и прочее в данном случае останемся администратором квоты никакие я не буду делать по умолчанию лимиты на поды на ресурсы которые мы добавляем в этот проект делать не буду что имеется ввиду если вы в диплойменте если в диплойменте не указали вот эти ресурсы то по умолчанию будут подставляться вот те контейнеру но такая тоже хорошая штука но сейчас не будем этим заниматься не надо и лейбл антейшн ничего делать на то бишь достаточно простой проект базовый скажем так проект у меня создался теперь я должен буду вручную создать интересующий меня namespace в данном кубе тест я везде заказывал что у меня namespace будет эти namespace кубе теста как почему для чего почему почему для чего для чего почему вручную нужно делать если я не укажу явно namespace в диплойменте то есть будет создан внутри проекта но как всегда у раньше это имя будет такое зуботрабильное нечитабельное неудобное хочется все-таки красоты хоть здесь поэтому я здесь добавляю namespace называю его кубе тест он про джекте кубе тест дефолт ресурс лимит и не делал его антешни не делаю все это все что мне нужно этот ресурс больше ничего мне здесь делать не надо ну соответственно проект и вот с появился мы должны будем сюда попасть то есть он меня сразу хитрый сразу перекину куда надо смотрите что мне потребуется мне потребуется доступ к гитхабу и мне потребуется доступ докер хабу соответствующие вещи начну с докер хаба потому что но достаточно просто значит там нужно знать просто логин пароль пользователя но больше ничего значит в проекте юб тест у нас есть в ресурсах секрет секреты и в секретах есть registry credential где мы должны будем создать вот этот секрет для доступа к докер хабу я добавляю регистри назову его докер хаб условно говоря имя значит волей болту он space можно на сингл на сплэйс юб тест нет не хочу сейчас на у на все namespace и пускай будет дальше тип где то есть можно вот получение индекс докеру это как раз докер хаб я выбираю докер хаб как раз поставится и дальше я должен буду указать логин и пароль пользователя я сейчас приостановлю запись но я не хочу светить логин и пароль разумеется да я их веду и продолжим так логин и пароль вел нажимаем кнопку сове она сове и видите вот в регистрии credentials у нас появился докер хаб адрес но адрес здесь не указывается докер хабовский адрес нам подставляется вот этот дальше нам нужно в нашем проекте добавить интеграцию с ю с кибет с проектом на гитхабе значит я выбрал здесь проект и вот здесь разделе tools есть раздел pipeline именно здесь мы указываем собственно говоря куда мы будем коннектиться я выбираю гитхаб и дальше for standard гигаб клип хир клину то есть шмите здесь идея какая на гитхабе вам нужно будет в вау добавить приложение я уже добавил приложение там ничего сложного нет там все очень просто я это приложение добавил и теперь поступок я его добавил я в раньше ли должен буду указать клиента иди и клиент секрет я сейчас их тоже за скажем так пределами видео добавлю нашу нажму аутентикейт то чтобы поняли что следующий экран который вы увидите это будет после введения клиента иди и клиент секрет и после нажатия на клавишу аутентикейт соответственно после того как я нажал у меня появилась вот такой вот забавная окошечко где показаны все проекты которые у меня здесь есть и дальше я должен буду выбрать проект или проекты для которых мне необходимо в данном проджекте в ранчере настраивать pipeline что вы поняли где это окошко находится есть ничего убирать не будут это находится в разделе кластера до уху мэйд дальше наш проект кубе тест и вот здесь есть раздел под названием пайплайн из пайплайн из где мы нажимаем кнопочку конфигура репозиторис вот если мы это нажмем мы попадаем вот в это же окошечко просто нас когда мы добавили гитхаб просто сразу перекинули на чтобы вы знали где находится то вот здесь соответственно у меня есть проект кубе тест вот он я делаю ему энабли наибол куб тест нажимая дан и у меня уже в разделе в пайплайн из появляется пайплайн вот этот вот который мы дальше будем настраивать чтобы настроить пайплайн никаких особых таких сложностей у нас нет мы нажмем вот здесь нажмем edit конфиг и в общем то вот здесь говорится откуда мы будем брать здесь какой пользователь это пользователь красно гитхабе у меня такой дальше в бранч но у меня есть бранча нет в котором я собственно говоря творю а потом уже как и все нормальные люди какие-то вещи переношу там мастер так далее будем пользоваться edit на следующее я не нашел файлик под названием .рань чертила pipeline я мол в репозитории вот в этом в принципе вы можете пайплайн заранее подготовить в проекте если вы знаете формат этого ранчерского пайплайна он с этим не очень сложный документация описан можете потом документацию по ранчеру почитать здесь вам говорится ну мол давайте сконфигурируем тут мы говорим ну ладно давайте сконфигурируем тут и у нас появляется такой визуальный конфигуратор пайплайна нормально удобно первый шаг это у нас клон стоит клон здесь мы из гитхаба берем проект скачиваем локально второй шаг который мы сделаем назовем его билд наша задача собрать образ и матч при помощи докер файла нажимаем дальше добавляем шаг в шаге мы выбираем build and publish image соответственно спросит указать имя докер файла давайте вернемся наш проект посмотрим докер файл нас называется докер файл находится в корневой директории отлично все хорошо у нас это устраивает дальше и мощные какое имя у проекта ну вернее образа на самом деле мы будем делать делать мы будем вот этот имидж это моя учетка на докер хабе кубетест и версия 001 дальше мы говорим что надо запушить этот образ собранный куда и вот мы видите заранее создали secret описывающий это дело назвали в докер хаб вот собственно говоря вот докер хаб секрет который там есть в принципе сего секрета здесь не было здесь была бы кнопочка мол создайте но вы бы туда попали создавали потом возвращались обратно очень как бы заранее позаботился все то есть на втором шаге мы с вами на втором стейдже мы создаем образ контейнера и пушим его в докер хаб третьем а третий шаг это деплой нам нужно задеплоить контейнер добавляем шаг здесь нас интересует деплой ямл файлик значит ямл файл у нас есть ямл файл у нас есть называется он 0 1 сервисы ямл это для сервиса добавили и добавляем второй шаг тоже деплой ямл файл 2 2 файлик который у нас называется 02 деплоймент ямул вот сюда мы его добавляем нажимаем этот да в общем то и все все что нам нужно было сделать мы сделали в принципе здесь можно было настроить notification случае неудачные удачной сборки ли вообще изменений на email например послать сейчас это мне не нужно потому что буду работать локально автоматом это делать не буду в принципе этот pipeline поддерживает поддерживает автоматическую запуск то бишь если вы допустим запушили новые изменения вот сюда в гитхаб то здесь может сработать в обхук и запустить автоматическую сборку но это работать не будет потому что опять же повторюсь у меня кластер находится внутри доступов снаружи нет в общем в общем не будет работать пока не будет работать поэтому мы этим заниматься не будем так здесь я говорю дан я мол сделал нам предлагают запушить туда в гитхаб вот этот ямлик файл я говорю окей меня это все устраивает кстати давайте глянем ну да вот ранчер pipeline файл появился давайте его в проект сюда себе заберу посмотрим что это за ямл файл что он из себя представляет по идее уже да вот он ранчер pipeline как видите очень простой здесь у нас идут стейджи с имя стейджи билд и на стейджи deployment и шаги внутри стейджа здесь у нас publish and image config соответствующие параметры а здесь у нас deployment но и соответствующие шаги достаточно простой формат если бы я ну как бы предполагал что я буду использовать раньше я могу прямо вот здесь все исправить и раньше это все отработает все будет хорошо так по поводу вот этих настроек автозапуска в разделе settings видите когда срабатывает триггер я это уберу нам не нужно чтобы он срабатывал не сработает просто в гитхабе там будут сообщения об ошибках соответствующего пхука и ну нехорошо вот так что мы здесь сделать все сделали сейчас я открою этот проект в новой вкладке для того чтобы мы с вами наблюдали скажем так в реальном времени ну практически в реальном времени а что на самом деле будет происходить то есть это проект грубит тест в ладку клако ворк лодс то бишь здесь у нас наши будут ходы и все что с этим связано ну а здесь нам достаточно запустить этот собственно pipeline делается очень просто ран выбираем бренч который но у нас по умолчанию едет нас это устраивает и проект запускается на самом деле давайте посмотрим вот тут все пошло как ожило что происходит значит ранчер в этом project и делает namespace вот с этим забавным названием название будет забавно не заранее неизвестная и соответственно ерунда полная вот если б я в deployment явно не указывал имя другого namespace а то у нас и приложение задеплоивалась бы вот сюда же ну как-то некрасиво получается что делает что делает ранчер он запускает сюда дженкинс то бишь он деплоит дженкинс и именно дженкинс будет заниматься сборкой проекта дженкинс запустит слэйф под в котором будет происходить сборка ну если будет время я потом расскажу отдельно о том как дженкинс ну помимо ранчера да вот вообще дженкинс как засовок губернета собирает при помощи дженкинса да ну вот видите вот он запустил под которым будет происходить чудеса а здесь у нас отображается как раз информация уже что в состоянии build building то бишь мы берем комит такой то первое что мы делаем мы клонируем то бишь стэйч 1 это клонинг и здесь показывается как это все происходит потом фэйч и так далее так далее все это делает повторяюсь это все делается вот в том слэйф коде дженкинса дальше пошел building лишь мы делаем building building этого проекта то бишь образа кон докер и ночь докер и ночь займет где-то минуты две ну почти две минуты но мы видим здесь наблюдаем как это все происходит вот сейчас идет самая длинная часть это билд сам контейнера здесь у нас скачиваются револ и его команд-лайн и когда это скачается именно занимает именно скачка вот этого дела какое-то время когда это все скачается тогда уже запускается револ билд но это то что я вот в докер файле вам показывал это делается часто займет основное время да повторюсь что вот это все вот в этом контейнере внутри этого контейнера делается внутри этого кода так собрался сейчас он должен будет его запушить в носу на тип уж идет куш в регистри в докер хаб наш так все запушил следующий шаг это у нас deployment это быстро ведь раз два три 4 5 и мы сдеплоились давайте посмотрим отлично у нас namespace куба тест у нас есть куба тест deployment у нас есть сервис куба тест но мы это заказывали проверим работает ли работает как сервис нас выдан вынесен на ноды порт ну соответственно могу здесь кликнуть и да вот it's works it's works travel работает ну было бы странно если бы не работал тем более в базовой версии посмотрим что у нас докер хабе то бишь образ должен здесь появиться да вот он бека куберн кубе тест он присутствует т.к. 001 версия номер один линус контейнер минуту назад отлично отлично все у нас здесь видно здесь видно как собирался эти вернее как выполнение контейнера да ну в общем хорошо докер хаб у нас информация появилась давайте еще раз глянем на pipeline зайдем уже в сам pipeline и увидим что да вот ран номер один успешно выполнен на бранче такой-то по вот это 4 минуты назад можем зайти вовнутрь еще раз и кликнуться на конкретный шаг чтобы увидеть что там было наблюдаем да вернемся поп-лайн давайте я внесу изменения но такие косметические изменения допустим в сервис я сделаю порт 3133 3 вот такой порт почему бы и нет соответственно я изменения я соответствующие изменения применю и за уши вот туда так выполнилось отлично что мне нужно сделать мне нужно просто зайти в pipeline и запустить еще раз pipeline я его запускаю ну здесь все то же самое повторится что у нас изменится у нас ух ты сделано так у нас вот здесь поменяется порт поскольку deployment у нас не поменяется вот видите запустился временный слейф контейнер слэйф под дженкинса и сейчас через некоторое время когда у нас произойдет сборка но это опять же займет две минуты я пока нажму на паузу когда соберется я уже покажу что там произошло в общем этот проект собрался собирался он долго недостаток пайплайнов конкретно вот ранчера заключается в том что я не могу выбрать конкретно какой вот стоит выполнять то есть по большому счету мне нужно было выполнить только клон и deployment потому что образ я не менял ну вот да такой недостаток сожалению присутствует что у нас все собралось глянем эти порт уже 31 313 отлично доступ естественно мы имеем если посмотреть опять же пайплайны зайти вовнутрь мы увидим что да вот у нас обволнялся 2 пайплайн там три минуты назад занял он там две минуты 22 секунды в общем все замечательно все хорошо все красиво все получилось но в итоге цели скажем так автоматизации доставки своего приложения в свой же собственный кластер кубернета с при помощи ранчера я добился и для меня вот для моего home и приложения для разборок этого хватит хватит ли вам вашей работе вот этих пайплайнов ранчера ну решать собственно говоря вам опять же рекомендую на сайте ранчер ком ухты по-русски ранчер ком в разделе документации у нас ранчер 2.0 доки ну и где-то здесь у нас вот здесь да есть рассказы про пайплайны что это такое как это все работает и так далее так далее то есть почитайте здесь документация у ранчера ну и скажем так не то чтобы очень хорошая но она присутствует но сегодня все до свидания увидимся как-нибудь